Вольер появился в акватории Сочи в Олимпийский год. С тех пор там проводятся различные научные исследования. Этим летом завезли новых обитателей трех афалин и столько же белух. Ученые полностью погрузились в изучение жизни морских млекопитающих. Тем более белух привезли с северных морей и адаптируют их к тепловодному содержанию. Афалины местные родились в неволе, поэтому вольер в открытом море для них большая роскошь. Эти животные отлично чувствуют себя в таком вольере. Они быстро привыкают к человеку. Вот и я подружилась с Шерманом. У них хорошая способность к обучению, поэтому в будущем их будут использовать в развлекательных и образовательных программах. Шерман здесь герой. В период проведения чемпионата мира по футболу он был сочинским оракулом и удачно предсказывал исходы матчей. Мы гордимся тем, что он успешно предсказал несколько матчей нашей российской команды, в то время как многие не верили в ее победу. Здесь на помосте стояли ворота и Шерману на выбор предлагалось два мяча – красный и синий. Шерман выбирал мяч той команды, которая чувствовала, что она выиграет. Сами по себе дельфины Шерман и его подруги Ряба Илана игривые, а еще и тренировки три раза в день дают положительный результат. Вот так, например, они гостей приветствуют. Но любой труд оплачивается за старание и прилежность, а фолины получают рыбу. Их любимое лакомство, конечно же, черноморская ставридка. Белухи предпочитают селедку, но дают им и ментай, и горбушу, так сказать, смешанный рацион. Туристы всегда с радостью наблюдают и фотографируются самыми активными жителями Черного моря. Это невероятные впечатления, особенно первый раз, когда я общалась. Просто эмоции на дни, на недели вперед. Ни с чем не сравнимое чувство. Супер. Главное для ученых изучить в подробностях поведение и особенности морских созданий, их возможность помогать человеку при проведении работ на море. Повезет и школьникам, юным зоологам. Для них разрабатывают специальные программы посещения морского вольера и контактного общения с животными. К слову, обитатели научно-образовательного центра легко общаются и со своими сородичами. Те из морских глубин регулярно приплывают к своим братьям. Белух даже выпускают в открытое море, но они всегда возвращаются. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.